Приветствую, друзья и гости канала. И многие из вас просят, чтобы я показывал бюджетное жилье. И при этом многих из вас не устраивает то, что квартиры сдаются в Сочи в черном варианте. Все хотят хотя бы, чтобы стены были оштукатурены, хотя бы, чтобы тяжко пола была готова. В общем, сейчас покажу вам интересный объект, который сдается у нас при частовой отделке. На данный объект получены все документы, именно поэтому я сюда и приехал. Сразу говорю, это статус жилого помещения. Но сдан он, получается, у нас через администрацию, через суд, все как положено. Поэтому вполне возможно, что ипотека Сбербанка будет проходить. И давайте начнем с небольшого осмотра. Сразу говорю, взял я камеру с микрофоном по одной простой причине, потому что здесь бурно ведутся работы, делают предчастовую отделку, балконы доделают, в общем, много чего. Вот такой интересный дом находится на улице Клубничная. Чтобы вы понимали, это район Новой Сочи. И уже за улицу Клубничная идет у нас улица Санаторная, и потом уже начинается Мамайка. В общем, локация сам по себе интересная. В том плане, что до моря здесь можно дойти пешком, до детского садика пешком, автобусная остановка есть. В принципе, все у нас имеется. Давайте попробуем посмотреть, что же из себя представляет данный жилой комплекс. Сразу говорю, внутри еще не все идеально, как бы вы хотели, как это обычно вы любите. Но дом с документами – это самое главное. Ну и давайте мы с вами поднимемся на второй этаж. И на втором этаже мы уже сориентируемся по ценообразованию. Давайте начнем с третьего этажа. Посмотрим такую квартирку. Еще до конца не доделано. Будет доделано. Само собой, разумеется, есть, соответственно, окно. С окна вид на зелень. Ну и вот такая квартира. 31 квадратный метр. Вот именно на этом этаже данная квартира стоит 3 миллиона 500 тысяч. Это 110 тысяч рублей за квадрат. А вот на втором этаже она чуть меньше, поэтому стоит 3 миллиона 380. Поэтому, ребят, я считаю, что квартирка интересная. Опять же, учитывая, что она все-таки издают за часовой отделки. В общем, давайте посмотрим еще одну квартиру. Ну и эта квартира, она идет 36 квадратных метров. Она побольше идет. Ой, даже 38, извиняюсь. 38 квадратных метров. И стоит, в принципе, не так уж и дорого. По 115 тысяч рублей за квадратный метр именно на третьем этаже. И по 110 тысяч рублей за квадратный метр на втором этаже. Еще раз повторюсь, это жилое помещение. Но сдали, как положено. Будет у нас со стяжкой пола, с отштукатуренными стенами. В общем, хороший, достойный вариант. Есть и такая квартирка. Она будет чуть побольше. Уже витражное окно в пол. При желании, если кому-то нужен балкон, вы можете застеклить. И получается хорошее место для того, чтобы вы могли перекурить. Дом трехэтажный. С крыши не стали мудрить. И сдали его, как положено. Сейчас идет доделка территории. Ну и, соответственно, такая хорошая, просторная студия. Многие из вас спрашивают про квартиры, которые угловые. Потому что в угловых квартирах больше окон. Например, вот данная квартирка идет с выходом на свой балкон. Балкон еще пока не доделан. С балкона вид на зелень и на соседний дом. Ну и, в принципе, ее можно уже разделить. Сделать изолированную кухню, к примеру, и изолированную комнату. И, опять же, здесь тоже имеется такой балкончик. Нестандартный. Но выйти прогуляться можно посидеть на очень-очень маленьком стульчике. В общем, такая квартира тоже имеется. Она побольше. Она 38 квадратных метров. Ну и, соответственно, цена у данной квартиры почти 4 миллиона рублей. Еще одна угловая квартира. Видите, что здесь будет санузел отделен. Ну и, соответственно, здесь три оконные группы. Три световые точки. Уже, наверное, самый хороший балкон. Правда, вид на соседний домик. Ничего там страшного нет. Есть еще один балкон. Ну и, конечно же, в целом, такая небольшая студия для отдыха. Еще раз повторюсь, так как здесь очень близко море, район Новый Сочи. Новый Сочи район любят все. Поэтому здесь небольшие студии. Если вдруг кому-то нужна квартира побольше, например, вы можете взять и две такие квартирки объединить. Ну, вот, к примеру, такая самая небольшая квартирка. Тоже она в продаже имеется. Посмотрите. При желании можно объединить. Потому что несущие только вот эти вот столбы. Все остальное можно сносить. Конечно, есть квартиры, которые с двумя окнами. Которые планируются в полноценную однокомнатную квартиру. Окна в пол. Причастовая отделка, извиняюсь. Потолки 3 метра высота. В доме центральная коммуникация. Есть электричество. Есть вода. Есть канализация. Газа не будет, потому что на такие студии нет смысла устанавливать газовый котел и платить по 200 тысяч рублей допаду. Хотя весь этот район классифицирован. Но застройщик подумал и решил, что не стоит. Потому что по большому счету, если сделать теплые полы инфокрасные и поставить сплит-систему, то никакой холод, никакие сибирские морозы в Сочи не страшны. Еще и такая студия. Тоже она побольше идет, поинтереснее, пошире. Но по сути она так и остается студией. Какая бы она ни была, потому что все-таки одно окно. И вот такая конструкция. Еще раз скажу, мы находимся на третьем этаже. Квартиры здесь от 19 квадратных метров до 48. И, соответственно, каждый из вас может подобрать. В общем, квартиру можно купить за 2,5 миллиона рублей возле моря. В целом все квартиры одинаковые. Лицевые счета на электричество уже разделены. На воду будет в течение месяца. Можно, в принципе, заезжать и делать ремонт. Дом полностью будет отделан. Буквально в течение одного месяца. Ну и, конечно же, еще есть угловые квартирки. Эта квартира самая, наверное, интересная. Потому что ничего сильно не напрягает. Вид с окна идет на зелень. Здесь уже вряд ли что-то построится. Хотя, блин, зная Сочи, можно и построить что-нибудь. Ну и, соответственно, здесь 3 окна. А это большой плюс. Нет, стоп, 2 окна. Чуть не наврал вам. 2 окна. А этого можно распланировать, как вам будет уже угодно. Еще вот такая небольшая студия. Я думаю, она будет самая популярная. Я думаю, они раскупятся в ближайшие 2-3 дня. Потому что маленькая квартира. Притом с балкончиком. Что еще для отдыха нужно? Я думаю, что хватит за глаза. Кстати, данный дом сдан. А вот соседние домики до сих пор еще не сданы. Поэтому я считаю, что для сданного дома сна 110 тысяч рублей за квадратный метр. Мягко говоря, хорошее, интересное. Опять же, застройщик мега надежный. И он, в свою очередь, доведет все до логического завершения. Видите, здесь уже приготовлено, чтобы отделить сам узел. Чтобы уже до конца делать штукатурку. Но, как раз, сейчас все у нас высушивается. В общем, хороший вариант. Если вдруг кому-то не хочется квартиру в виде вагона. Хочется пошире. То можно рассмотреть и вот такой вот вариант. С балкончиком. Тоже они небольшие. И такие квартиры стоят по 110-115 тысяч рублей за квадратный метр. В целом, хорошая, уютная квартирка для того, чтобы можно было приезжать и отдыхать. Конечно, многие скажут, Макс, как так? У меня у собаки конура больше. Да, ребят, у вас у собаки конура больше. Но ваш дом находится в Тольятти, в Самаре, в Оренбурге, в Челябинске. А это в Сочи. Квартира для поклонников сочинских реалий, которые любят у нас интересные такие колонны и тому подобное. В общем, такая квартира тоже имеется. Эта квартира стоит по 115 тысяч рублей за квадратный метр. Но, если честно, то вид и со первого этажа, и со второго этажа у всех примерно одинаковый. Показываем третий этаж, потому что на втором этаже там шторобят, долбят и так далее. Кстати, сюда уже заведен у нас интернет, сюда заведена у нас уже телевидение. И это огромный плюс. Давайте еще покажу одну квартирку. Эта квартира угловая, но с одним окном. Поэтому студия кому-то напоминает это жилой комплекс «Эмилия-3». Ну и, конечно же, застройщик один и тот же. Поэтому, когда покупаете данный объект, можете уверены быть на 100%, что сделка пройдет чисто, гладко и безопасно. Именно сегодня старт продаж. Студия, кстати, мне больше всего нравится, потому что тихая зона. Мы будем с вами наблюдать зелень, придомовую территорию. Ну и, в общем, снаружи домик выглядит вполне даже достойно. Поэтому, ребят, выбор в пределах трех миллионов рублей у нас имеется. Если вдруг вам нужна полностью развернутая информация про данный жилой комплекс, пишем мне в WhatsApp, и я вам пришлю шахматку, планировку и так далее. Хотя планировки, в принципе, все примерно одинаковые. Что же хочется сказать в заключении? На первый этаж спустился, в принципе, вид особо сильно не меняется. Квартиры все равно светлые. И, в принципе, здесь можно выбирать любой этаж. Хоть первый, хоть второй, хоть третий. В зависимости от этажа цена на квартиру может меняться буквально на 5000 рублей в квадрат в метр. Хорошая плитка, будут красивые отшаткатуренные стены. Поэтому, ребят, не стесняемся, бронируем, покупаем. И вот она, да, еще одна такая квартира интересная. Даже с первого этажа, в принципе, вполне даже прилично достойный вид. Ну, как бы все. Давайте выйдем на улицу, подведем итоги. Для кого подойдет данный жилой комплекс? Конечно же, в первую очередь для тех, которые хотят купить себе безопасный объект за адекватные деньги. Это до 3 миллионов рублей. Ну и, конечно же, те люди, которые хотят жить в свежей доступности до моря. Те люди, которые хотят жить приближенную к центру. Итак, это улица Клубничная, ребят. В целом, квартиры пока все есть в продаже. Сегодня был старт продаж, потому что вчера были получены все документы. Это безопасная покупка. Я вам рекомендую данный жилой комплекс. И, ну, хороший вариант. Теперь кто-то спросит, вот купил бы ты себе? Ну, если честно, я бы уже зададумался. Во всяком случае, я бы сначала привез сюда течу и показал бы ей, если бы ей нужна была пешая доступность до моря, потому что все-таки здесь чувствуется, что здесь немножко влажность выше. То, я думаю, вполне возможно, мы рассмотрели бы. Опять же, с чистовой отделкой это большой бонус, большой плюс. Все, ребят, вам всем хорошее настроение, побольше позитива. И добро пожаловать в город Сочи. Пока.